Губернатор Игорь Рудения и заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов проинспектировали ход строительства в Тверской области новых социально значимых объектов. Среди них школа на 1224 места в микрорайоне Южный, а также объекты здравоохранения и спорта. О том, как идет процесс строительства, рассказывает наш корреспондент. В Тверской области строится сразу несколько социальных объектов при участии Министерства обороны России. Это четыре детские поликлиники, крытый футбольный манеж в Твери. Он возводится по федеральному проекту «Спортного рома жизни». Сейчас завершена работа по гидроизоляции устройства фундамента. Ведется армирование и бетонирование стен, колонн и лестниц. Также создается многофункциональный спортивный центр. Новая грибная база на реке Тверца. Здание ее построено. В финальной стадии благоустройство территории. Еще один важный объект – это школа в микрорайоне Южный. Она рассчитана на 1224 места. Работа также близится к завершению. На сегодняшний день завершены строительно-монтажные работы по монолитному корпусу. Сейчас ведутся завершения работ по оконным проемам, кровле здания, фасадным работам. Полным ходом ведутся работы по инженерным системам здания, отделочные работы, стяжка, штукатурка. Планируем в ближайшее время выйти на устройство финишной отделки, плитка и окраска стен. Игорь Рудене Тимур Иванов проинспектировали строительство школы. Сейчас на площадке в две смены трудится 350 человек. Задействована необходимая техника. Помимо учебных классов там будет библиотека с читальными залами, два бассейна, актовые спортивные залы, столовая, пищеблок. На улице создадут площадки для спортивных игр. После осмотра объекта в областном правительстве губернатор Игорь Рудене, заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов провели совещание по вопросам строительства в Тверской области совместно с организациями военно-строительного комплекса Минобороны. Глава региона отметил важность строительства новых социальных объектов в Верхневолжье. Губернатор поставил задачи по своевременной закупке мебели и оборудования для учебного заведения, а также оперативному строительству подъездной дороги к школе. Игорь Рудене поручил заранее подготовить все документы для лицензирования объекта, чтобы 1 сентября этого года школа могла открыть свои двери для учеников. Напомним, что еще совсем недавно, 1 июня этого года, рядом со строящейся школой открылся новый детский сад на 190 мест Умка. Так образовательный комплекс в микрорайоне Южный вводит в рамках поставленной губернатором Игорь Рудене задача обеспечивать социальной инфраструктурой разрастающиеся жилые кварталы.